Здравствуйте, друзья! Ну что, скучали? Вижу, что нет. А кому сейчас легко? Королева.ру представляет. Продолжаем обзор моих папок с прессой Наташи Королевой. Кому не нравится эта рубрика, могут не смотреть, пройти мимо. Те, кто любит поковыряться, повоспоминать, посмотреть статейки, вырезки всякие из всяких изданий, журналов и газет, то, милости просим, продолжаем обзор второй папки с вырезками Наташи Королевой. Защите-то у меня, я так понимаю, вырезки вообще самые древние. Это когда мои самые первые запасы, когда я ещё в школу ходил и школьником был. Я уже старый пердун, а тогда я был ещё школьником. Это первые, скажем так, мои коллажи на формате А4, на которые я приклеивала мелкие всякие статьи. Поехали. Фотка с обложки журнала TV Park, год 98-й, Наташа Королёва, симпатичная фоточка. Интересная статья была, она тоже где-то там будет у нас. Так, это из журнала Cool, кто помнит, журнал Cool был такой, 98-й год, да, там была какая-то статейка. Это Крис Норман и Наташа Королёва на съёмках старой песни о главном, где Наташа пела с ним песню «Стамбаланин». 97-й год, Канарские острова, съёмки новейших приключений Буратино. Так, это обзор на диск «Бриллианты слёз», 97-й год, журнале Cool. Помните, такой журнал был? Cool для подростков, молодёжный журнал, очень популярный в то время. Были огромные тиражи, ну, как бы и рейтинг у него был высокий. И Наташа там часто печаталась, вот тоже фотка, кстати, из Cool. Это тоже из Cool, и это тоже, по-моему, оттуда. «Мы не придумали расставания», статья про Игоря Николаева и Наташу Королём. Раньше мы с ребятами обменивались почтой, и по почте друг к другу пересылали всякие статьи, составляли списки прессы, всякую, у кого что есть. И обменивались ксерокопии, присылали, то есть вот всё такое, вот и всё. Это вот сохранилось у меня в таком виде в моём архиве симпатичном. Вот Наташа, Игорь Юрьевич Николаев. Здесь у нас Наташа и группа «Х-Миссия», год 97-й или 98-й. Это Наташа и Виктор Рыбин на концерте юбилейном, где пели песни артисты, песни Владимира Высоцкого, они пели песню «Диалог у телевизора». Это «Звуковая дорожка», 95-й год, песню «Конфетти» Наташа исполняет, видео у нас было. Это 96-й год, песня года, Наташа, финальная песня года, Наташа пела «Маленькую страну». Ну, судя по вот этим вот штучкам в руках у Наташи, это песня «Лето Кастанет», это, судя по чемоданчику жёлтому, какая песня? Пишите в комментариях. Обзор на диск «Бриллианты слёз» и ставим дальше. Папка не очень большая, поэтому потерпите, закончим быстро. Когда я на гастролях, Николаеву остаётся плейбой с моим фото. Вот такая вот статейка. Это какое-то издание, что-то из местной какой-то прессы. А, город Вологда. Город Вологда, ну, год не знаю какой, не написано. Ну, что-то, наверное, 97-й где-то там, потому что старая папка со старыми файлами, которые я собирал. Владимир Винокур целует ягодку нашу Наташу Королёву. Это с концерта, закулисная фотка с концерта на День милиции в феврале 98-го года, где Наташа пела песню «Приласкай меня». Ну, вот, как видите, «Приласкал» Владимир Натанович. Так, это у нас из журнала «Кул». Фоточка тоже было уже у нас. Это, значит, из Наташи. Тут вот это на Филиппа залезло, дальше фотка это будет. Это вкрёкшена Наташа, где-то 95-й год, наверное. О, это со съёмок клипа «Бриллианты слёз» фоточка. Это тоже что-то. Всё такое. Как видите, коллажи я делал гениальные. Старался на формат А4 уместить всю мелочь, которая мне попадалась. А в то время мы часто с друзьями ходили в библиотеки. Раньше это было модно, это было, ну, как круто. Раньше не было интернета, это 90-е были. Мы ходили в библиотеки. В библиотеках мы что делали? Естественно, листали журналы и втихаря вырезали статьи с любимыми артистами. И вот, в общем-то, всё то, что вы тут имеете и видите, в смысле видите, это всё, большинство из этого вырезалось из нашей библиотеки. Извините меня, наши библиотекари. Так, статья. Наташа Королёва в амплуа барона Мюнхгаузена. Вот такая ксерокопия. Кто-то, наверное, из ребят мне присылал по почте. Это Игорь Николаев и Наташа. Ну, фотка это с творческого вечера Игоря Николаева в январе 98-го года, которые проходили в ГТК «За Россия» и «Октябрьские аншлаг». Были концерты. Это со звуковой дорожки 95-го года, где Наташа пела «Голубой топаз». Так, это та-та-та-та. Старая песня о главном, год 96-й снимали, где Наташа пела «Помоги мне». Ну, это понятно, с Крисом Норманом, с Тамблами. Поехали дальше. Как видите, ничего не выкидывал никогда. Всё собиралось, всё складывалось. Я это не листаю, поверьте мне. Сейчас мы листаем вместе с вами. Я это много лет не открывал. Они у меня лежат в шкафу. Большие стопки, это все этих папок. И я как бы их никогда не листал. И вот сейчас вместе с вами, скажем так, окунаюсь в своё прошлое, в детство. И смотрим, что у меня вообще имеется. Наташа Киевлянка, жёстких правил. Тоже ксерокопия с какого-то статья. Пресс-курьер какой-то, что-то такое тут. Эта статейка тоже интересная. Певица уверена в своей правоте. Фотка с ГЦК «За Россия», 98-й год. Тоже фотка интересная. Необычное платье. Ну, в 90-х всё было необычно. Хотя наши артисты считали, что они выглядят круче всех. Известием. Только с этого момента что-то вроде началось. Год 97-й. Газета «Москвичка». Статья ксерокопия. Это журнал «Дочки матери». Как сейчас вспомню. Наташа Королёва на обложке журнала «Газеты «Дочки матери». Почему мужчины изменяют?» По-моему, та фотка где с Владимиром Винокуром, она как раз-таки была взята из того, вот с этого журнала. Так, это у нас «Приласкай котёнка», тоже ксерокопия. Кто-то 90-й год присылал, кто-то из поклонников Наташи мне. Какие-то статьи мне спустя много-много лет уже присылали в оригиналах. Мы с вами к этому обязательно вернёмся, когда будем уже листать неразобранные мои архивы, а там просто нереальный трэш, там очень много интересного на самом деле. То, что мы сейчас листаем, это такие, знаете, ну, цветочки, ягодки, они в будущем ещё там, подождите, дойдём до этого. Это моя любимая фотка. Извините. Моя любимая фотка. «Грудь, вышедшая из моды». Статья из журнала, если помните, была такая газета, называлась «Я молодой». Тоже популярная. Сентябрь 98-го года это издание. Ну, конкретно это фотография. Причём сама статья вообще не о Наташи, там просто про какие-то там, кто как из артистов 90-е одевается. И вот на обложке была наша красавица, наша, извините, наша красавица Наташа. Это фотка конкретно с премии «Золотой граммофон» 97-й год. Граммофон Наташа получила за какую песню? Посмотрите на фотку. Посмотрите на фотку. Нет, не за подсолнух, я за песню «Хрустальное сердце Малинины». Так, листаем дальше. Потерпите, немножко осталось. Вижу, вижу, некоторые устали, стали мне уже дизлайки ставить. А не надо так делать, а то найду и сделаю тебе больно. Так, 98-й год, апрель месяц. Какая-то статья из газеты «Даракчи». Гастроли Наташи Королёвой. Хочу сыграть бабу Ягу. Такие вот фоточки, ксерокопия. Где-то у меня оригинал есть в папках. Мы ещё к этому вернёмся, когда будем листать следующие папки. Это только вторая папка. А у меня их, знаете, 52, наверное, если не больше. Представляете, да, сколько ещё выпусков впереди. Эту фотку тоже обожаю. Это из какого видеоклипа? Лунная ночь. Лунная ночь, год 93-й где-то. Эта статья вообще самая первая вырезанная из библиотеки. И она мне до сих пор сохранилась. «Жёлтый тюльпан Наташи Королёвой». Какая-то статья, очень необычная фотка. Я сколько раз на эту фотку смотрю, всё время не мог понять, где её длинные волосы. Что у неё вообще на голове, я до сих пор не знаю. Эта куточка, как мы с вами знаем, до сих пор Наташа хранится в Крёбшино. Вот такая красота. Ну вот Наташа с Игорем. А это вырезанная из хит-парада был. Хит-парад летних гастролей артистов. У кого почём билеты и на сколько процентов собирают в залы. На первом месте была, как сейчас помню, Алла Пугачёва. Внутрь эта женщина. А «Дельфин и русалка» собирали летний период, когда сам учёс по городам всяким курортным у артистов. Вот наши любимые Игори и Наташа. Вот эта статейка что-то здесь. Ну такая мелочь всякая. Я же ничего не выкидывал. Где увидишь, например, написано «Наташа Королёва», что ты обязательно этот кусочек вырезался и сюда вклеивался. Кто увёл русалку у дельфина? Откровение Наташи Королёва. Вот такая вот ксерокопия. Игорь Николаевич. Эта фотка у нас есть, кстати, в цветном виде. Она у меня где-то есть даже в фотоальбоме. У меня, кстати, ещё фотоальбом, в котором вот фотографии 10 на 15. Там тоже столько вкусняхи всякой старенькой. Ребята, ставьте лайки, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну это какая-то нарезка от какой-то газеты. Что-то как-то тут нарезано. Наташа Королёва про раб мини-юбки. Вот, что-то туда. Это фоточка с 31-го 1998 года. В Киеве концерт был. Ну, когда-нибудь, если меня Наташа разрешит, я вам выложу эксклюзивный материал с этого концерта. У меня он есть. К сожалению, пока я его только цифровал с мини-видеокассеты. Он у меня пока хранится. Если Наташа разрешит, мы с вами его обязательно когда-нибудь увидим. Там есть концерт 1998 года, который на Крещатике был. Вот. И, в общем, такая статейка. Это у нас фоточка со съемок клипа Игоря Николаева «Золотое время», 1999 год, по-моему. По-моему, 1999 или 2000, я точно уже не помню. Наверное, 1999. В 2000 они уже расставались. Это фотка с шикарного клипа «Только ты не умирай». У меня, кстати, есть материал там на 3 часа. Рабочий материал со съемок видеоклипа «Только ты не умирай». Шикарный материал. Если Наташа разрешит, когда-нибудь я обязательно вам его покажу на YouTube-каналах. Либо на Наташном YouTube-канале, который называется «Наташа Королева». Либо вот на канале «Площадка Королева.ру». Вот. Так что подписывайтесь и туда, и сюда. И будьте активны. Будьте активны. И увидите много интересного. Так. Тоже какая-то статья. Непонятная статья. Что-то такое. Из местной прессы. Какого-то города непонятного. Ну, это скандальный, известный журнал «Плейболь». Зачем-то я его порезал, повырезал. Все, дурачок. Ну, у меня где-то есть еще обложка и не вырезанная. Так что ничего страшного. Просто это старые мои коллажи, которые я делал. Естественно, я их не трогал, не выбрасывал. Вот. Это память. Это память. Ну, уже лет 20 назад. Лет 25 назад я это делал. Вот. И поэтому как-то вот так. Вот. 97-й. «Плейбой» с Наташей Королевой на обложке. Шикарнейшая обложка. Помню, как я у родителей выпрашивал деньги на то, чтобы они мне дали. Ну, чтобы мне хватило на этот журнал «Плейбой». Мне денег дали, а я потом ходил возле вот этого вот киоска с газетами и стеснялся купить этот журнал. Как-то, ну, ребенок же, знаете, и подходите, говорите. Это дайте журнал мне «Плейбой». Там, да. Ой, это, конечно, нереально. Но я себя пересилил, и я же не мог пропустить этот журнал. Мне очень хотелось. О своих эмоциях от просмотра того, что было внутри журнала «Плейбой», я умолчу. Потому что, честно, испытал не восторг, а разочарование. Потому что я думал, там яркие красочные фотки, а там все черно-белые, письки-сиськи. Ну, как бы, я тогда еще был ребенком и особо не понимал вообще, что это за журнал. И когда купил, да, немножко разочаровался. Сейчас я реально понимаю, что это круто, это стильно. Это очень красиво получилось. 31 мая 1998 года. Статья ни о чем. Я статьи никогда не читаю. Я просто фотки собираю. Как бы это у нас Юдашкин, 1999 год. Пела песню «Когда я стану ветром». Секс-королева. Какого-то там журнала, я не помню. «Мир новостей», по-моему, было издание. Вот, красота тоже. Все, что ксерокопия, это присылали похлонники Наташины. Мы менялись фотками, там прессы менялись. Они друг другу присылали списки, какие у нас статьи есть. Потом в этих списках отмечали, каких статей у нас. Нет, в итоге менялись статья на статья, ксерокопия на ксерокопию. Там нереальный трэш. То есть интернет вообще, знаете, тогда его не было. И мы вот именно вот собирали все эту мелочь именно вот только так. Турне Королевы, журнал «Кул» статья. Часто, кстати, Наташу печатали. Да, она и на обложке журнала был один раз. И постер с ней там был, где она вот с котом там. Так, это статья у нас про Игорь Николаев. Журнал «Спидинфо», 96-й год, как сейчас вспомню. Ну, такие статьи ни о чем. Я поэтому, ну, это мой калаш, как видите. Стрижку Наташи сделала. Это я. Ей не идет коре, потому что круглое лицо. Я сейчас парикмахер, я просто понимаю, что это некрасиво. «Папина память» – это статья о вот этом колечке, который висел. Помните, у Наташи на цепочке? Вот это папина кольцо, золотое бручальное кольцо на цепочке, на шее. Некоторые поклонники думают, что это символизирует разрыв с Игорем Николаевым. На самом же деле, это кольцо для Наташи память об отце, который подарил колечко ее матери. Кстати, надо будет у Наташи спросить, где сейчас это кольцо. Она давно его не носит, вот именно, ну, вообще цепочка. Потому что в 90-е она его очень часто носила. И куда сейчас подевалась она? Интересно даже. Статья. Что-то статья какая-то. Рукалась матом без дела. Это, по-моему, статья из журнала «Орск» Оренбургской области. Мне присылала поклонница Катюша и Ксюша с города Орска. Мы с ними общались. Катюша не стала давно уже, ну, точно не помню, какой год. Но человек умер, а рак мозга был, это ужасно. Вот, но, к сожалению, с Ксюшей мы как-то не поддерживаем связь. Но помню, как мы общались, переписывались, видеокассеты они мне присылали. Было здорово. Журнал «Пульс». Вот, похвастаюсь, эту обложку я в библиотеке украл. Некоторые вырезали аккуратненько вырезки из журналов, а я оторвал прям целые обложки. Я не боялся, знаете. Ну, выгонят и выгонят, и ничего, не выгоняли. Кому нахер нужны эти журналы в них, да? Они у них лежат и не выписывают, потому что, ну, так положено. Ну, вырвали мы там, повырезали, что нам надо. Они эти журналы потом всё равно выбрасывают. Наташа и Владимир Винокур. Это они на свадьбе своих друзей свидетелями были, потому что фоток такого плана много. Вот. Все думали, что они поженились. Вот она из журнала «Орск». «Орская хроника», 96-й год. Тут даже подписано. Катюша или Ксюша, они писали интервью. Наташа дала 28 ноября 96-го года. Вот такая статейка, ксерокопия. Вот это девчонки мне присылали. До сих пор всё это у меня хранится. Прикиньте, сколько лет прошло. Спасибо им огромное за это. Журнал «Мой мир» на обложке Наташи с Игорем. Звёздные супруги снимают свою любовь на видео. Это был как раз период документальной сказки о любви, который выходил на Первом канале в марте 99-го года. И вот много прессы выходило касаемо и сказки о любви, и вообще о Наташи, потому что это всё выходило в преддверии сольных концертов в Москве. Много прессы. Ну и плюс Наташа была тогда супер-мега-топ. Они часто печатали. Как Оля Бузова была популярна. Да, сравнил тоже. Королёва была признательна мужу за его профессиональную операторскую работу. Вот она фотка эта. Красивая сказа Россия, 99-го, 98-й год. Это Игорь снимает Наташу. Так, это что-то у нас. С сентября 2001-го года пошла пресса. Это Наташа с Игорем уже расстались. Я уже повзрослел немножко. Период альбома «Сердце». У меня всё это не в хронологическом порядке. Всё разбросано, поэтому только так. Февраль 98-го года. Скорее всего, это какая-то питерская пресса. А может быть, и не питерская. Боказа октябрьская. Да, это питерская пресса. Статья 98-й год. Здесь тоже какие-то мелкие прессы. Так вот, рецензия на документальную сказку о любви. Из какой-то программы передач. Везде Игорь Николаев. Огрызочки. Знаете, собиралось всё. Даже вот такая вот в руки. Да, кажется? Что такое? Что такое? Что это такое? А всё равно всё приклеено. Потому что это Наташа. И неважно, что некачественная фотка. Тогда всё было дорого и ценно. Это сейчас интернет. Уже не так ценятся фотографии. Потому что всё доступно. Всё легко. Северная столица. Питерская пресса. Сказочная иллюстрация. Боказа октябрьские. Была представлена новая программа Наташи Королёвой. Конфетти. Вот. И вот эта вот статейка про это. Тут она такая. Ну, читать мы с вами не будем полностью статью. Как бы так это посмотрим. Фоточки. Всё это. Но ориентировочно, по-моему, это год 96-й. Где-то, конечно, что угодно декабрь. Дамский угодник. Газета. Сыграла бы маньячку или бабу-югу на обложке Наташи Королёвой. Там было, кстати, классные фоточки в этой статье. Ой, господи. Лайки, лайки ставим мне. Это не засыпаем. Просыпаемся, народ. Сейчас уже заканчиваем. Хватит ныть, стадать. Где моих 16 лет? Спросила Наташа Королёва в статье. За апрель 99-го года. Сейчас до дочки. А, дочки-матери. Дочкой-матери. 99-й год. Статья. Где мои 16 лет? По-моему, что-то я перепутал. Нет, всё не то, ребят. Всё перепутал. А, вот это вот. Я тут всё неправильно. Это, короче, что-то рисовал. Это газета «Антенна». Помните? Красивая фотосессия. Это тоже рецензия на сказку о любви. Здесь всё это. Ну, вот тогда промо-компания шла очень активно. Касаемо вообще всего, что с Наташей Сольники. Первый её в «Газсказы России». Игорь Юрьевич Николаев постарался. Шикарные были Сольники. Режиссёрской работы Игоря и Наташи совместно. Никаких там не было. Это сейчас модно, знаете, нанимать заграничных всяких там, ну, режиссёров. Тебе там кучу денег из тебя, всякая бутафория там. Ну, вот, что артистов не видно на сцене. Ну, такой, знаете, формат Филиппа Киркорова. Я такой не очень люблю. Вот для меня, знаете, честно, вот чёрная... Ну, тут просто можно экран сзади, и стоит певица. Живьём поёт. Всё, ничего больше. Мне никакой не надо ни балета, ни бэк-вокала. Вот Наташа и любимые песни. Больше ничего не надо. Почему мужчины изменяют? Статейка. Красивая фоточка. Это тоже вот период 98-го года. Концерт на День милиции, где, помните, его Владимир Линокур там, ну, целовал. Это Наташа балуется с Леонидом Агутиным. Мороженым кормит Леонида Агутина. Так, листаем дальше. Потерпите. Немножечко осталось. Немножечко вижу. Устали-устали ваши глаза. Кто устал, ставит дизлайк. Кому понравилось, ставит лайк. Заодно посмотрим. Если вам не понравится, то не будем больше делать эти обзорчики. Ой, вот эта фотка, это трэш нереальный вообще. Господи, лишь бы Ютуб не заблокировал. Давайте так сделаем. Потому что это фотка из фотосессии для журнала Playboy. Но это цветная версия. Моя мечта, конечно же, вообще фотосессию эту увидеть, ну, хотя бы не то, что в цветном варианте, но хотя бы, ну, хотелось бы, чтобы просто полностью, там наверняка столько интересных фоточек. Это на съёмках Канарские острова, по-моему. По-моему, Канарские острова, Никулинские. Мы ещё где-то снимали на вещи «Приключения Буратино». 97-й год. Помните, был проект «Куклы» на канале НТВ шёл, где политики, там и артисты делали. Вот это наша красавица Наташа. Вот такая баба Наташа. Это какой-то странный. Ну, это Филипп Киркорб, Борис Николаевич Гельсин. Это Кристина Рыбака. Это тоже, ну, постаревшая Кристина, кукла. Вот. А это жена Бориса Николаевича Гельсина. Помните, передача «Куклы». Вот. Тоже здорово. У меня нету с этого проекта никаких сценок. Я это не записывал, потому что это полное бредятие, конечно. Так, статьи. Пошли, пошли статьи. Наташа Королёва я бываю очень капризной. Тоже статейка из какой-то прессы. Ксерокопия. Это Наташа кормит Юлию Николаеву. Это в доме в Крёкшино фотосессия. Ну, год 98-й. Где-то, да, 98-й год. Это фотосессия. Была большая статья в журнале «Семь дней» про Наташу и Игоря. Там, вот. Где-то тут что-то. Где-то она у меня есть полностью. Потому что «Семь дней» до сих пор этот журнал издаётся. Потому что он очень популярен. Это наши красавцы на пресс-конференции касаемо налогоплательщиков. Налоги там, в общем, со звёзд. Вот наши красавцы. Как там сидели. Вот. Значит, поехали дальше. Мир садовода. Журнал, газета. Гладиолус по-королёвски. Ну, год 98-й. Где-то этот период. Красивая фоточка Наташ. Ну, это опять на съёмках «Новейшие приключения Буратино». Наташа. Сценка. Это Пьеро. Ну, это, понятно, Буратино. Смотрите, это и этот Артемон. Ну, вообще нереально, конечно, такая непонятная сказка получилась. Но получился зато шикарный клип. «Хрустальное сердце Мальвины». И шикарная песня. Вот в этом, где публикуют в журнале «Кул». Он тогда был популярен. Ну, где-то это объявление здесь есть. Мы, если до него дойдём, я потом расскажу тогда, как мне повезло, когда моё объявление о Наташи Королёвой там публиковали. Что происходило, это был трэш просто. Вот. Это с клипа «Лето Кастанет» красивая фотка. Вау. Тоже журнал «Акул». Статья про Наташу. Это наша беременная Наташенька. Беременная. Ну, год 2001, наверное, уже под конец. По-моему, на каком-то концерте Олега Газманова она. Это тоже какая-то местная фотка с какого-то... Ну, где-то там ловят Наташу. Вот ещё Валера Наринский живой. Вот наша красавица. Здесь такая красавица. Плейбойчик красавица. Наташа Королёва слетала к маме в Майами на юбилей интернет-кафе. «Бриллианты слёз» красивая фотка. Это на клип «Бриллианты слёз» Наташу Королёву причесывает Александр Шевчук. Классная статья, кстати. Это журнал «Пульс», по-моему. И, по-моему, я его тоже украл из... Вообще, я как бы воровать не умею. Я честный человек, имейте в виду. Но когда я вижу где-то... Ну, когда я был ребёнком и где-то видел Наташу на обложке какого-то журнала или газеты, всё. Прощай, газета. Я готов был сесть в тюрьму, но чтобы эта газета была у меня. Вот. Это красивая фотка, фотосессия. Год 96. Это Наташа и Сергей. Это человек, который ставил многие номера в 90-е. Самый золотой период Наташи Королёвой. Он ставил все танцевальные номера. «Орхидея», «Хрустальное сердце Мальвины», «В тёмной комнате». «Лето Кастанет». Вот фотка из этой серии. Это они выступали на промежуточном фестивале «Песня года», 97-й год, где тоже пели «Лето Кастанет». У Наташи на голове был такой кокошник. Единственный номер, в котором она в этом кокошнике была. Больше она в нём как-то не выступала. Ну, это фотосессия «Бриллианты слёз». Это обложка была журнала «Пульс». Тоже всё порезано, перерезано. Лишь бы впихнуть сюда всё. Как бы вот так вот это всё. Так, смотрим. Так, это была статья со съёма клипа «Бриллианты слёз» тоже в комсомолке. Как сейчас помню, покупал. Ну, это про сестрёнку написано Наташей. Фотка вот с Йоркширом Стёпой. Тоже такие фоточки. В общем-то, всё вы это знаете. Это анонс на сольные концерты Наташи Королёвой в ГЦК «За Россия». Где там рассказали? «Раба любви» статья. «Раба любви». У меня где-то есть цветная копия. Но в тот период, видимо, когда эта папка собиралась, у меня была только ксерокопия. Где-то есть оригинал. Цветной оригинал. Интересная статья. Это местная, по-моему, хабаровская пресса. Ну, год где-то 95-й, где-то там. Это что-то непонятное. Про какие-то борщи тут. Тоже ксерокопия, значит, кто-то из поклонников присылал. Вот она красота ещё. Да, была ещё дурацкая привычка аудиокассеты покупать. И обложки из них разрезать, перерезать, обрезать, подрезать. И всё куда-то вклеивать. Вот, видите, как видите, поклонник весь порезанный, перерезанный. Вот она фотка. Красивенькая. 97-й год период. Это Наташа пела на концерте. По-моему, песню пела «Только ты не умирай». Год, ну, 97-й, не помню, какой концерт. То ли «Дельмилийцы» и что-то такое. Это вот «Рождественские встречи» Аллы Пугачёву, 97-й год, где пела Наташа. Каждая маленькая девочка мечтает о большой любви. А Влад Сташевский пел песню «Синьорита Наташа». Это вот я не знаю. То ли это калаш, то ли это парик на Наташи. Непонятно, без понятия. Так, ещё одна статейка. Уральские рабочие статья. Всё надо делать профессионально. Читать не будем. Такая вот статья. Ну, период, наверное, где-то 95-й год, наверное. Журнал «Мой кумир» был. Она также была на обложке журнала. Влюбилась в теннисиста Сампресса. Ну, вот статейки такие. Тут какие-то вырезки. Откуда-то что-то тут. Что-то такое вырезки. Это статья, по-моему, Нижний Новгород Пресса. «Большая любовь в маленькой стране». Это статья. Где-то у меня есть оригинал этой статьи. Потом, когда будем листать другие папки, там обязательно его найдём и посмотрим. Так, это у меня тоже, по-моему, есть полностью где-то лежит. Без всяких вырезаний. Вот, видите, это какая-то, по-моему, украинская пресса, если я не ошибаюсь. Какая-то рубрика знакомств. Что-то такое. Классная фотосессия. Многие ругают Наташу за то, что она обнажённая в украинском флаге. И сфоткалась. В тот период это считалось, ну, наоборот, каким-то патриотизмом. Так, это Наташа Игорь Николаев. Рядом Диана Гурцкая. Это лето 2000 года на Славянском базаре в Витебске, где Диана и Игорь Николаев представили песню «Московская Джульетта». Нет, «Ромео и Джульетта» называлась песня, если помните. А Наташа приехала просто как гостья к Игорю. Там уже начинался период расставания у них. Вот самый вот этот. Это лето 2000 года. И, ну, и уже ноябрь, декабрь, там уже пошла пресса, что они расстались. Они тогда уже действительно не жили вместе. Вот такая вот жизнь жестянка. Ну, это всякая пресса такая, вот непонятное что-то тут. Обложки каких-то кроссвордов, сканвордов. Наташа, не стыдитесь быть женщиной. Какая-то статейка тут. Так, это у нас что? Это Игорь Николаев, Юлия Николаева. Тоже какая-то обложка какой-то пиратского диска какого-то сборника. Сладкие сюрпризы Наташи Королёвой. Это фотка с презентацией клипа чуть-чуть не считается. 2000 год. Вот, в каком-то клубе. Клуб актёр какой-то вот. Ну, такая статейка ни о чём здесь. Просто фотки классные. Рецепты красоты от Наташи Королёвой. Вот такая вот фоточка. Вот такие вот рецепты. Это журнал МК Бульвар. Он весь у меня порезанный здесь. Не будем его раскрывать. Он там весь засыпан в пакет. Вот такая была статья. Наверняка многие из вас помнят какие-то статьи, которые сейчас листаем. Да, ведь не один же я собираю. Не один же я такой сумасшедший, да? Кто-то из вас тоже собирал статьи. У многих, я считаю, я знаю, что у многих это всё хранится. Выкинуть не могут. И с удовольствием сейчас смотрят и вспоминают, что а ведь и у нас такое есть. И вот эта статья у меня есть. И вот эта. А вот это я читал. И это я помню, говорят они. Это вот тоже Славянский базар 2000 год. Наташа и Игорь. Ну, и Олег Газманов. По-моему, фотка такого плана, она есть в интернете цветная. Классно. Так. Сейчас, секунду, секунду. Так. Девочка-удача. Тоже статья. Красивая фотка. Очень нравится. Это фотосессия. Период, ну, «Хрусталь сердца Мальвина». Период альбома «Бриллианты слёз». 1997 год. Классная фоточка. Новый имидж Наташи Королёвой. Это статья о съёмках клипа чуть-чуть не считается. В Санкт-Петербурге он снимался в мае месяце 2000 год. Вот такой красивый образ. Там же снимался сын Михаила Боярского. И 31 мая, где-то в самом конце мая снимался. И получается, что вот у Наташи день рождения был. Так, всё совпало. И вот она задувает свечки на тор. Шевчук сделал из Королёвой ящерицу. Среди его клиентов многие звёзды страны. Ну, это вот фотка тоже со съёмок клипа. Чуть-чуть не считается. Тайна Наташи Королёвой. Статья из газеты «Мегаполис Экспресс». Статьи из... не буду показывать. Красивая картинка и фотка из журнала «Жёлтая газета». «Жёлтая газетка». Так, перелистываем. А то мне придётся сейчас вырезать этот кусок из-за этой вот сиськи. Игорь и Наташа. Это фотка. Санкт-Петербург. 2000 год. Игорь Николаев на съёмках клипа «Портрет работы Поднебесного маэстро». И там ещё Наташа присутствовала, как гостья была. Она вообще, насколько я знаю, в планах было, что в клипе будет также сниматься и Наташа. Будет образ у неё там как бы в самом клипе. Её и красили, и там и причёсывали к этому клипу. Но вот так получилось. Видимо, это был уже период расставания. Вот. И так получилось, что, в общем-то, ничего не получилось. Клип был без Наташи. А все эти съёмки, они канули куда-то в архивы. К сожалению, у меня их нет. Пожалуйста, «Песня года» 2001 год. «Простая любовь» Наташа поёт. «Беременная» декабрь 2001 года. Это 2003 год, «Песня года». Где я ни с Тарзаном пели, не забуду. Такая вот хорошенькая она. Стильненькая, модненькая. Так, это сейчас будет, по-моему, из журнала «Космополитен». «Русалыч и счастье». Наверняка многие из вас. Вот эту фотосессию вообще обожаю. 1997 год. Многие из вас помнят эту статью. Вкусные фоточки тут были. Тоже из этой серии. Вот тоже. Ну, вообще обожаю всю эту фотосессию. Крутая она очень. О! Письки-сиськи пошли опять. Ну, «Желтая пресса» и журнала «Плейбой». Сейчас я секунду уберу. Так. Да, что-то я как-то не продумал, что здесь могут попадаться голые тела. Тоже какая-то пресса из какого-то журнала. Фотки интересные. Вот эта фотосессия интересная. Руслан Ращупкин делал её. Русалка и её дельфинарий. Фотки. С Филиппом. На шее у Филиппа. Так. Тоже экспресс-газета, как всегда, что-то пишет. Наташа Королёва забеременела от стриптизёра. Причём, знаете, эта статья вышла в период, ну, сентября 2001 года. Тогда ещё никто знать не знал, с кем Наташа. Что все думали? Ну, «Желтая пресса», ну, «Брехуны какие». А потом, хоп, и всплывает информация, что, ну, уже в 2002 году всплывает информация, что именно Тарзан, отец ребёнка, Архипа, и, короче, все немножко охренели. Так, это статьи какие-то, что-то коллажи нарезано, начиркано. Это я рисовал Наташу, что-то копировал. Ну, немножко похоже. Если похоже, то ставьте лайк, не стесняйтесь. «Душа ребёнка в ней играет». Статья с какой-то прессы. Фоточки. Всё, фоточки, фоточки. Ну, тоже какая-то пресса. Ни о чём. Она так ничего и не сказала. Это статья года где-то 95-й. Люблю очень эту фотосессию. Тоже фоток много с неё, в принципе, попадается. Но, конечно, хочется всё это в качестве найти. Чтобы не чёрно-белым, а вот прямо цветные. Русалка считает звёзды, сидя на подоконнике. Статья интересная фоточка. Это где-то год, год, год. Не скажу, какой год. Надо смотреть точнее. Обычно, знаете, если где-то год не могу сразу угадать, прочитать, ну, вот увидеть, то я читаю статью и по интервью, по Наташинам ответам, по вопросам. Я, в принципе, сразу и угадываю, что за год, какой период охватывается. Приблизительно я могу сразу год подсчитать. Музыкальный ринг, февраль 99-го года в Санкт-Петербурге. Наташа поёт песню, догадайтесь, какую. На Лазурном побережье. Да, всё правильно. Так, Наташа Королёва меня пытались раздеть, но я отчаянно сопротивлялась. Симпатичные фотки. Как всегда, статья ни о чём. Какая-то билиберда. Красивая тоже вот эта статья. Это, по-моему, Новокузнецкая пресса. Новокузнецкая пресса. Очень люблю фотки с фотосессией подсовывать. И, к сожалению, их так мало, так мало. Игорь Николаев предлагает спать с женой в разных кроватях. Ну, вы понимаете, жёлтая пресса, это вообще даже смотреть не хочется. Вот она, статейка. Я тоже люблю вот эту вот статью. Журнала Пульс. Я её украл в библиотеке. Только никому не говорите. Наташа Королёва. Русалка без дельфина. Вот фотка классная. Наташа ещё там на обложке была. Пришлось воровать прям весь журнал. Да простят меня библиотекари. Ух, кайф какой. Ну, это период 96-го года. 96-97 где-то там. Это период конфетти. Тоже обожаю. Я вообще люблю фотосессии разные Наташины в 90-х. И, конечно, хочется это всё иметь как бы в полном количестве, чтобы все изданные, неизданные фотки, чтобы всё это было. Но, но, но. Ну, что-то попадается периодически всё равно. И в интернете что-то всплывает. Всё собираем, складываем. Но пресса – это пресса. Сейчас прессу уже не собирается. Никто ничего не покупает. Эти газетные киоски, они вообще все закрываются. Как бы, знаете. Ну, и уже как бы и возраст говорит о том, что хватит уже позориться. Успокойся. Вот, уже пресса какая-то. Николаев хочет ребёнка, пусть рожает. Наташа Королёва ждёт ребёнка. Какая-то желтушня. Всё, ребят, всё. Немножко осталось потерпеть. Немножко осталось. Последняя ксерокопия какой-то статьи. Она где-то в оригинале. Есть она, кстати, большая статья. И там надо будет в оригинале смотреть её. Фотки непонятные. Ну, это программа конфетти. Мужичок с гармошкой танцует. Это тоже что-то Наташа поёт здесь. Неужели это я поёт она обычно? Так, ну и последняя статья. Где-то у меня есть цветная версия этой статьи. Это какая-то старая папка, в которой много ксерокопий. Потому что, ну, поклонникам менялись мы. Мой стиль, быстрые темпы. Сказала Наташа Королёва. Питерская пресса. Фотка очень интересненькая. Где-то на цветном варианте у нас это Михаил Садчиков. Классный очень журналист. Он считался официальным простоташем дуэта «Дельфина-русалка» в 90-е. Очень часто писал о них статьи. Все питерские концерты он освещал, обозревал. Очень красивые статьи. Подробные, интересные выходили. Это Юлия Николаева, это Наташа Королёва. Ну, это мужчина Игорь Николаев. Все, ребят. Спасибо огромное за внимание. 39 минут на трибидонили. И пересмотрели с вами еще одну папку. С прессой Наташи Королёвой. Огромное спасибо. Если вам понравилось хоть немножечко. Жду от вас комментарии. Ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь. Если совсем все надоело, можете отписаться. Я как бы не обижусь. Хотя люблю, конечно, когда вы подписываетесь. Также напоминаю, что на Ютубе есть канал Наташи Королёвой. Официальный канал Наташи Королёвой. Который должен набрать 100 тысяч подписчиков в следующем году. И мы получим с Наташенькой серебряную кнопку Ютуба. Вторую кнопку Ютуба, которая у нас будет, я надеюсь. Поэтому, ребята, если вы подписываетесь, если вы активны, то спасибо вам огромное. До новых красных встреч. Пока-пока. Королёва.ру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова